Шторм Гектор обесточил десятки тысяч домов в Ирландии. Сильные ливни с градом обрушились на западные и центральные районы Сербии. Стихея вот уже который день атакует запад Украины. У нас сохраняется довольно комфортная погода. В отдельных районах прошли дожди. В пятницу погода в Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса. По юго-востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Выходные атмосферными процессами будет управлять малоподвижный фронтальный раздел и теплая неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с Украины. В пятницу преимущественно по юго-востоку пройдут дожди и в отдельных районах грозы. Довольно сильные осадки ожидаются ночью в Гомельско-Могилевской областях. Ветер северо-восточно умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы от 11 до 17 тепла. В разгар дня воздух прогреется до 23, по западу до 25 выше 0. В столице ожидается плюс 19-21. Атмосферное давление существенно не изменится. В выходные дни будет преобладать облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха в субботу ночью плюс 10-17. Днем от 18 до 25 тепла. По юго-востоку до 27. И немного метеорекордов. Самым жарким этот день был в 98-м. В Гомеле столбики термометров поднялись до отметки плюс 34. Холоднее всего за весь период. Наблюдение было 14 июня 1928-го в Василевичах Гомельской области. Всего 2 градуса тепла. В 98-м сильный дождь едва не смыл Верхний Двинск. Там выпало 102 миллиметра осадков. Это почти 120% месячной нормы. А по народному календарю сегодня устина в день. Наши предки наблюдали за восходом солнца. Считалось, если небо ясное, хорошо уродятся зерновые. Дождь предвещал богатый урожай льна. А если ветер дует с запада, знак, что в ближайшее время погода ухудшится.